За шахматной доской мастер Фиде Станислав Бабарыкин и международный мастер Константин Мисропов. В состязании в самом разгаре участники спортсмены из Молдовы, Армении, Казахстана, Киргизии и России. Позади шесть туров, продолжительных игр, полных побед и разочарований. Впервые районная федерация проводит турнир такого уровня и название под стать – суперфинал Одинцовского района по классическим шахматам. Этот турнир, он как венец нашего сезона, который проводила шахматная федерация Одинцовского района. То есть, значит, зимой был разыгран финал Одинцовского района по классическим шахматам. Чемпионом Одинцовского района стал Станислав Бабарыкин, наш известный шахматист. И вот этой победой он завоевал право на участие в данном соревновании. И поэтому, значит, Станислав здесь играет как чемпион Одинцовского района. А этот турнир, он по-своему уникальный для шахматной истории Одинцовского района, потому что шахматы играют в Одинцово уже столько, сколько существует, соответственно, город. То есть, есть у нас ветераны, которые по 40 лет ходят, играют и так далее. Но никогда не было международного турнира. Международное соревнование принимает Одинцовский кампус МГИМО, где, по словам представителей федерации, планируется развитие шахмат и создание студенческой команды. В этом году шахматной федерацией Одинцовского района были проведены десятки мероприятий, самые массовые, с участием детей. В первенстве района сыграли свыше 200 шахматистов. Турнир на территории ВОЗа с мировым именем – возможность привлечь внимание к шахматному движению в районе, который объединяет несколько поколений. У нас нет помещения просто, где мы можем это проводить, и это у нас большие сложности. Директор Одинцовского филиала МГИМО, Василий Сергей Константинович, пошел нам навстречу и предоставил вот это прекрасное помещение, мы очень довольны. Но поскольку этот турнир такой, можно сказать, камерный, здесь участвуют 10 просто сильных шахматистов, здесь, соответственно, это для нас удобно, и мы ему очень благодарны. По условиям суперфинала победителем становится спортсмен, набравший наибольшее количество очков. Пока лидирует Константин Савенков, выступающий за Россию. Первокурсник Мехмата МГУ играет в шахматы с шести лет. В турнире имеет отличные шансы не просто победить, но и выполнить норму международного мастера. Все соперники достаточно сильные, даже если смотреть по рейтингу, последние номера, все оказывают сильное сопротивление, и играется довольно непросто, на самом деле. Но партии получаются очень интересными, и это радует. Турнир мне нравится, турнир очень интересный, много молодых ребят, которые все жаждут сражения, и с ними очень сложно играть, они сверхмотивированы. Вот, очень интересный турнир, очень интересный состав участников могу отметить. То есть нет людей, которые просто пришли сюда как бы отбывать номер или просто отдохнуть, там все предельно сконцентрированы и все сражаются в полную силу. По итогам седьмого тура лидер соревнований Константин Савенков выполнил норму международного мастера, одержав победу над своим соперником Виталием Гурвичем. Награждение победителей состоится в субботу, 27 мая. Но перед этим шахматисты сыграют финальную партию. Мария Подъепольская, Денис Харламов, телекомпания Одинцова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова